В небе русские витязи. Даже для видавших виды авиаторов и самой искушенной публики это всегда событие. Выкрашенные в цвета государственного флага России, тяжелые истребители Су-27 на минимальных высотах и скоростях демонстрируют потрясающее шоу. Зрелище завораживающее. Создается впечатление, что эти крылатые красавцы, каждый из которых весит более 20 тонн, чувствуют себя в небе свободно, как птицы. Им подвластно все. «Я не хотел бы в воздушном бою встретиться с этими русскими», так сказал один натовский генерал при виде выступления этой пилотажной группы. К подобной оценке, наверное, нечего добавить. Русские витязи действительно лучшие в мире. Во всяком случае, до сих пор ни одна пилотажная группа на тяжелых истребителях фигуры высшего пилотажа такой сложности не показывала. Пилотажная группа «Русские витязи» была образована 5 апреля 1991 года. В нее вошли лучшие летчики подмосковной авиабазы Кубинка. Групповой пилотаж на боевых тяжелых истребителях осваивать было непросто. В плотном строю при маневрировании удерживать Су-27 было намного сложнее, чем, например, МиГ-29. Большие размеры, масса, а значит и инертность самолета. Шутка ли, суммарный вес шести самолетов при пилотаже почти 150 тонн, а размах крыльев группы более 75 метров. За рубежом впервые название русские витязи прозвучало 24 августа 1991 года. В Польше. Во время авиашоу в Познане. Тогда на Су-27, который пока не имел никакой специальной раскраски, с программы одиночного пилотажа выступил Владимир Баженов. Итогом выступления стало приглашение на авиашоу в Англию. И уже меньше, чем через месяц, шестерка свежевыкрашенных в государственные цвета России тяжелых истребителей Су-27 взяла курс на авиабазу «Скэмптон», на которой дислоцируется гордость королевских ВВС эскадрилья «Ред Эрроуз». В Британии пилотажная группа произвела настоящий фурор. Им даже разрешили проход над Королевским замком в Шотландии, где в то время отдыхала почетный командующий ВВС Великобритании, Ее Величество Королева Мать. Наблюдая с балкона своей резиденции за работой сушек, Ее Величество сравнило строй российских самолетов с грозным сверкающим строем рыцарской конницы на турнире. После этого начались гастроли русских витязей по всему миру. С 1991 по 1995 год они побывали на авиасалонах и показах во Франции, Германии, Канаде, США, Норвегии, Бельгии. Везде их выступления проходили с неизменным успехом, причем доходило до курьезов. Например, в Канаде местных летчиков настолько проняло выступление наших асов, что они ввязались с витязями в нешуточный спор относительно того, какой самолет лучше – Су-27 или F-18 «Хорна». Спор разрешился на глазах у 200-тысячной публики. Проигравшие канадцы выставили, как уговаривались, два ящика пива. А на авиашоу в Праге американские летчики после одиночного пилотажа с парки под управлением Владимира Грызлова и Игоря Ткаченко даже не рискнули поднять в воздух свои F-15 «Игл». Понять их можно. Не хотели выглядеть слишком бледно на фоне русских. Пилотажная группа «Русские витязи» становится всемирно знаменитой. Гордостью России. Визитной карточкой российских ВВС. 12 декабря 1995 года случилась ужасная трагедия, которая поставила под вопрос само существование русских витязей. Группа возвращалась домой после успешного выступления на авиашоу в Малайзии. Шли, как и положено на международных авиатрассах, стандартным полетным порядком – клин самолетов. В центре Ил-76, справа и слева от него – в сушке русских витязей. Катастрофа произошла при подлете к авиабазе «Камрань» во Вьетнаме, где самолеты должны были сесть для дозаправки. Командир Ил-76 в условиях густого тумана совершил сразу несколько грубейших ошибок. В результате три Су-27, шедшие по правому борту Ил-76, врезали в гору. Кто-то горит! Видишь, ты я второй! Пошел я второй! Вы слышите запись переговоров диспетчера с летчиками в момент катастрофы. Нет, нет, я с облаками уже! Вот, понял. Четвертый, стоишь? Четвертый! Четвертый! Третий! Третий! Пятый! Пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятый-пятым. Летчики Борис Григорьев, Николай Кордюков, Николай Гречанов и Александр Сыровой на кладбище села Никольское вблизи Кубинки лежат рядом. Так же, как и летали. Для русских витязей наступили тяжелые времена. Тогда мало кто верил, что они снова смогут подняться в воздух. Но, несмотря ни на что, русские витязи выдержали тяжелейшую моральную перегрузку Камраньской трагедии. В том числе и благодаря совершенно неожиданной помощи английских коллег, летчиков пилотажной группы Red Arrows. Они прекрасно понимали, как сейчас тяжело витязям, и пригласили их к себе в гости на авиабазу Скэмптон. Англичане не стали успокаивать и жалеть русских, а просто включили их в свой график полетов и дали возможность полетать на своих краснокрылых хоках. А для летчика лучшее лекарство – небо. Уже в апреле 1996 года витязи возобновили полеты в родной кубинке. Сначала парный пилотаж, потом восстановили тройку, составили ромб. Группа пополнилась новыми пилотами, и уже летом ромб довели до шестерки. Тогда же было принято решение немного изменить схему окраски самолета. Верх у них стал синим. Внизу появился резкий переход от белого к голубому, так называемая стрела под кабиной. Носки крыла и стабилизатора снизу выкрасили в красный цвет. Первый официальный показ в новом составе русские витязи устроили в сентябре 1996 года на гидроавиасалоне в Геленджике. Над бухтой летал ромб в составе Александра Личгуна, Владимира Ковальского, Сергея Климова и Владимира Булкина. А еще через год витязи возобновили свои зарубежные выступления. Летали над австрийским аэродромом «Цельквик». 21 июня 1997 года чуть было не стало для русских витязей еще одним черным днем. Уникальные кадры, которые вы видите сейчас, показываются впервые. Они сняты на любительскую камеру одним из зрителей. На международном авиашоу в Братиславе на брюхо сел самолет с бортовым номером 15. Сергей Климов забыл выпустить шасси. У техника его самолета стало плохо с сердцем. Сергей Климов был очень хороший и грамотный летчик. Прошел Афган, Камрань. Это была первая командировка после Камраньской трагедии. На самолетах русских витязей только-только сделали доработки в системе навигации. Сергей все хотел сам опробовать, посмотреть, но увлекся. Он понял, что садится без колес. Даже хотел уйти на второй круг, увеличил обороты. Но было поздно. Помогли убрать истребитель с полосы братья-украинцы из Миргорода. Самолет поставили на домкрат, выпустили шасси и машину укатили тягачом. Через три дня аварийный Су-27 своим ходом улетел домой. Тогда Сергей Климов сказал, я буду летать только на этом самолете. Но весной 2002-го Сергея не стало. Ему было только 40. Мужественно переносить утраты и делать свою труднейшую и тончайшую работу. Пилотам русских витязей к этому не привыкать. Сегодня они успешно выступают по всему миру. И каждое их появление встречается бурей оваций. Ни один всенародный праздник не проходит без их участия. Пролет русских витязей 9 мая 2005 года над Красной площадью, над головами многочисленных глав государств, которые приехали в российскую столицу на празднование 60-летия Великой Победы, стал кульминацией этого грандиозного торжества. А традиционный международный авиакосмический салон МАКС в городе Жуковском уже просто не мыслится без участия этой пилотажной группы. Одно из недавних достижений русских витязей – победа в Кубке мира ФАИ по пилотажу в классе реактивных самолетов. Соревнования проходили в январе этого года в городе Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах. Буквально на днях они вернулись из Китая, где выступали на авиационном празднике «Орел Победы». Там группа выполнила более 10 демонстрационных полетов. По данным агентства Синьхуа, за работой русских витязей вживую наблюдали свыше 100 тысяч человек. За прямой трансляцией по китайскому телевидению, затаив дыхание, следили десятки миллионов. «Орел Победы»